Всем привет! В сегодняшнем видео будет три посылочки из Китая, с сайта Алиэкспресс. И также в этом видео я покажу вам, какие на днях пришли ко мне украшения с сайта Алиэкспресс. Это украшение из термингового серебра. К сожалению, не получилось мне делать распаковку на камеру, поэтому я уже покажу, так скажем, в офлайне это все. Ну давайте приступим к посылочкам. Значит, посылочка первая. Здесь у нас написано, что это коннектор. Я уже догадываюсь, что это за коннектор. Коннектор, коннектор. Это, опять же-таки, недавно, недавношнем распаковке у меня были такие же microUSB разъемы, я заказывал для ремонта экшн-камер. Вот, и решил вот еще вот такого формата заказать. Это тоже на, скажем так, на пайку на плату, соответственно, на поверхностный монтаж. Вот, но они немного другие выводы имеют. То есть, в тех разъемочках были лепестки по бокам. Эти лепестки, так скажем таки, вертикального типа. То есть, опять же, в хозяйстве радиотехник это все пригодится. А за 10 штук в районе 50 рублей я это все отдал. Отлично, вполне, microUSB коннекторы. Следующая посылочка. Здесь написано, что это Electronic Parts. То есть, какая-то электронная запчасть. Давайте посмотрим. А, а это у нас не электронная запчасть. Это вот такой вот маркер. Сейчас его вот так вот скрою. Маркер для печатных плат. То есть, на текстолике мы рисуем. Кто, допустим, знает, есть такая, скажем так, технология LUT. То есть, это лазерно-утюжная технология. Кто знает, погуглите. Точнее, кто не знает, погуглите. Кто знает, проехали. Вот. А это обычный маркер, который, скажем так, идет, имеет кислотостойкую основу. Вот. И, соответственно, мы можем на текстолике нарисовать дорожки. Потом этот текстолик вытравить. А этот маркер уже стереть, например, тем же цитоном. То есть, я, в принципе, так и делаю. У нас в Белгороде такие маркеры подобные стоят от 150 рублей и выше. Естественно, там качество может быть получше. Этот же маркер стоил в районе 30 рублей. Сейчас я даже попробую что-то нарисовать. Правда, не на текстолике, а вот так вот. То есть, обычный черный цвет. Толщина где-то около полутора миллиметра. Где-то миллиметр-два. Ну, в принципе, для хозяйства радиотехника все сгодится. То есть, где-то зарисовать дорожку и так далее. И следующая, третья посылочка. Но это еще не последняя в этом видео. У нас здесь Power Adapter. Вот такая вот запаковочка интересная. Коробочка у нас non-name. То есть, ну, хотя в коробочке это тоже уже культурный вариант. Как мы видим, здесь евро-вилочка уже. Качество замечательное. Здесь у нас есть светодиод, индикации включения, выключения, соответственно. Так, и этот у нас адаптер обеспечит выход 12 вольт, ток 2 ампера. Заказывал я ее на видеокамеру, которая висит, скажем так, видеонаблюдение. Камера видеонаблюдения висит на улице. Поэтому вот этот блок питания будет в качестве запасного. Если что-то случится с первым, этот будет вторым к запасным. Обычно стандартный разъемчик 5,25, кажется, миллиметра. Обычно DC-джек. Вот. И как я и обещал, в этом видео я покажу вам предыдущие мои заказы с сайта Алиэкспресс. Это ювелирка. А именно, вот такие вот печатки, кольца и вот такие вот запонки. Все эти кольца и запонки сделаны из серебра. Серебро 925-й пробы. Здесь у нас, если вы увидите, стоит ломбочка одна, проба. И вот здесь, сейчас я покажу вам, опять же, если вы увидите, другая. То есть, с этой стороны. Я эти изделия проверял. То есть, смотрите, как я вообще убираю серебряные изделия. Обязательно в своем запросе должно содержаться слово стерлинговое серебро. То есть, серебро есть посеребренные, скажем так, изделия на Алиэкспрессе. Можно найти. Если вы напишите стерлинговое серебро, то, в принципе, если продавец работает долгие годы на Алиэкспрессе, то есть, имеет какой-то опыт и положительные отзывы, то вы не нарветесь на подделку. То есть, в этом случае, вот за эти запонки я отдал 1700 рублей. Это вставка из искусственного изумруда, потому что изумруд очень дорогой камень. Если он был бы натуральный, таких вот размеров, это бы, в любом случае, изумруд дороже даже бриллианта. Если кто не знает, можете погуглить, почему да как. Вот так вот. Значит, запонка здесь у нас немного кривоватая, вижу. Вот, то есть, это доказывает тем, что это не штамповка никакая. То есть, это, естественно, такая ручная спайка, сварка вот в этом соединении. Сейчас покажу. Фокус наведется. То есть, запонки очень качественные, очень классные. Потому что, погуглив и посмотрев, сколько стоят запонки обычные, скажем так, с посеребрением, ну, в любом, скажем так, интернет-магазине, стоимость их достигала от 2500 и выше. То есть, а здесь получается полностью запонка выполнена из серебра. Также я делал тест на плотность. То есть, серебро имеет плотность 10, там, с копейками, 10,23, в зависимости от пробы. Это же серебро у меня набрало больше плотности, больше 8, 8, там, 8,3 и так далее. То есть, ну, может быть, как я подразумеваю, в принципе, это серебро с нанесением родивого покрытия. Может быть, где-то что-то я не подрассчитал, потому что я вычитал вес этого камня, помещал это все. Ну, кто знает, как вычитать объем, точнее, плотность вещества. То есть, я наливал в стакан воду, на весы это все ложил. То есть, вычитал сухой вес изделия и потом, скажем так, мокрый объем. Ну, посмотрите, погуглите. Вот, поэтому я уверен, что это серебро. Опять же-таки, время покажет. То есть, я их буду надевать на рубашку, которую я заказал, именно для запонок. Французский, так скажем, дизайн и так далее. То есть, запонки мне очень понравились. И вот такие вот я кольца заказывал. Кольца тоже из стерлингового серебра. Здесь у нас есть проба. Так, проба здесь. Продавец тот же самый. То есть, у него, у этого продавца 6-летний опыт на сайте Алиэкспресс. Он входит в топовые продавцы сайта Алиэкспресс. И так же имеет 98% и выше 98% положительных отзывов. Это печатка такая, скажем так, тоже с изумрудом, естественно, искусственным. Имеет размер, иностранный размер 12. Вот, но если мы сейчас измерим внутренний размер, то это получается 21 мм. Ну, я уже измерял, поэтому вам просто так прикину, покажу. 21 мм. Вот. Я заказывал одно кольцо, но от продавца получил второе в качестве, скажем так, либо подарка. Но дело в том, что эти кольца у этого продавца закончились. То есть, скорее всего, я был последним покупателем, поэтому он решил мне второе кольцо, скажем так, в качестве подарка предоставить. За одно кольцо, на сайте Алиэкспресс, кольцо стоило 700 рублей. Вот, получается, я получил два кольца по 350 рублей. Вот, сейчас я примерю это все на руку. То есть, на безымянный палец, оно немного большевато мне. На средний палец, сейчас, оно мне в самый раз. Напомню, что это внутренний диаметр 21,5 мм. Вот, отлично сидит. Не знаю, в принципе, я на картинке видел, то есть, по-другому представлял это кольцо. Вот, ну, немного, скажем, деревенский такой дизайн. Поэтому носить его часто не буду, а может быть, даже и вообще не буду. Кому-то подарю, либо разыграю в каких-то видео. Кому интересен именно конкурс, напишите в комментариях. Я второе кольцо могу разыграть в конкурсе. Это натуральное серебро. Кто сомневается, пускай дальше сомневается. Опять же, я проверял его плотность. Вычитал размер, вес камня. И, соответственно, сухой вес делил на мокрый вес. Вот, вот такое колечко. Очень крутое, очень качественное. Родированное покрытие, поэтому, в принципе, если его аккуратненько, скажем так, используют, не терять, оно, в принципе, такой блеск никогда не потеряет. То есть, Роди, это вообще такой ювелирный металл, который позволяет любым изделиям ювелирным, выглядит и через 100 лет, как новые. Вот такой вот был сегодняшний обзор и на посылки электроники, и на такие вот ювелирные изделия. Вот у меня здесь серебряное колечко еще есть, по всей сохраним. Вот такие вот, очень качественные. Поэтому я, скорее всего, еще буду впереди с эти праздники. Кто из мужского населения меня смотрит. Вот, ну, 23-й уже не успеем приобрести, если девушки смотрят. А вот 28 марта, марта, вы можете у этих продавцов, ссылочки я оставлю, что-нибудь присмотреть для своей второй половинки, для жены, для девушки и так далее. Честно говоря, очень такие хорошие цены, недорогие. Вот, и качественный товар. Поэтому что-нибудь там, колечки какие-нибудь девичьи можно купить. Но обязательно вы, когда вы что-то ищете, указывайте, что это стерлинговое серебро. Потому что китайцы, ссылаясь на некачественный перевод на сайте, могут вам что угодно отправить. Поэтому вот такие вот дела. Кому видео понравилось, ставьте палец вверх. Напишите в комментариях, как я уже сказал, если кому интересно розыгрыш на канале. Вот такое вот колечко мы разыграем. Потому что, ну, на двух пальцах я носить их не буду, точнее на двух руках, руках. Вот, а одно кольцо я разыграю. Так это все смотрится. Очень брутально, очень классно на самом деле. Оно полностью идентично, одинаковые кольца. Поэтому любое из двух я разыграю, если, допустим, ну, будет больше 10 комментариев. Вот таким образом поступим. Все, спасибо вам за внимание. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok